Что же, ребята, время пришло. Время пришло. После плотной катки в Warface нужно немножечко расслабиться. А ничего так лучше не расслабляет, как кейсы в Warface. Пфу, Warface в CSGO. Давайте откроем пару кейсов и утолим, значит, расслабим свои нервные клеточки. Ну, давайте возьмем вот этот, откроем. Итак, что мы здесь можем открыть? Ну, скорее всего, мне выпадет что-то красное, потому что тут шанс выпадения 99,9%. Ну, хотя, знаете, у меня ключа-то нет, подождите. Сейчас надо посмотреть, где нет. Раз, десять, пять, пять. Не, мне не хватает. Не хватает у меня денег, поэтому давайте лучше расслабимся на каком-нибудь хэдшот-сервере. Например, с пистолетами, с юспом поиграем, с дефолтом, который нихрена в голову не ваншотит. Давайте с ним поиграем на хэдшот-сервере. Да, погнали, короче. Блин, нет, только для начала нужно сменить этот музончик, а то он меня достал вообще какой-то фиговый. Давайте что-нибудь получше. Вот сейчас включим. Так, во, вот это другое дело. Сейчас такой просто экшен, трэш начнется. Все, погнали, теперь точно. Итак, царь зашел в игру, и я сейчас попытаюсь всех кого-то казнить, кого-то помиловать. Ну, давайте начнем, пожалуй, вот с этого чувака. Итак, тебя я повелеваю казнить. Так, тебя тоже. Давай. Все, отлично. Ну, ладно, тебя помилуй. Тихо, царь говорит. Отлично, еще один казнен. Ну, и сейчас мы будем обсуждать о том, насколько хороший этот сервер, насколько хороши такие серверы, как хэдшот-серверы. Собака такая, ну ладно. Так вот, в чем заключается фишка? В том, что здесь нужно попадать только в голову, это понятно. И, к сожалению, на серверах без... на непистолетных серверах, например, там с какими-нибудь обычными оружиями, начинается дикий рандом, особенно с АК-47. Меня это дико раздражает. Не знаю, как вас, но у меня от этого просто все горит. Очень-очень горит. Вот как сейчас. Но сейчас мне не особо горит. Хорошо, не в этом дело. Дело в другом. На этом сервере, к сожалению, ничего не упадает, поэтому это уже снижает бал. Бал, короче, снижает. Я просто не знаю, вообще, упадает ли на неофициальных серверах что-нибудь донское. Ну, наверное, упадает. Здесь не упадает. Здесь упадают только рандомные хэдшоты, вот такие, как этот чувак. Этот чувак не сделал. Завали свой рот уже, блин. Когда же я ему бачку уже засажу? Сложно прописывать им в щи, потому что... Потому что... Хотя шлемы здесь и не прокатывают. Джейм, всё, тащи вазелин, я выезжаю. Всё, я пошёл чемодан собирать. Хана тебе, Джейм, всё, хана. Ладно, знаете, я опоздал на электричку, и... Так, где? У толчков я нахожусь. И вот какой-то говнюк хитрозадый. Спер мой фраг. Вот этот вот, сволочь. На, ему прописываю в щи как следует. Знаете, что такое у него... Прям кровавая Мэри такая, из башки у него вылетает, когда ему в голову попадаешь. Так, третий... Ой, третий сейчас будет. Я уверен, да, будет третий. Отлично. Ну, во-первых, в этой игре на этом... Ну, как на любом сервере, нужно выбрать себе грамотную, очень хорошую позицию. Я сам офигеваю от своего скилла. Уже четвёртый хэдшот. Чё-то там мелькает. Ладно, важно. Так. Угу. Тебе тоже. До свидания. Так, что я говорил? А, я говорил про то, что нужно выбрать очень хорошую тактическую позицию. Стратегически важную. Вот все дела, в общем. Ну, вообще, короче говоря, чтобы здесь тащить, это самое главное. Ну, конечно же, ещё и меткость самое главное, но позиция также играет важную роль. Хотя, какую тут позицию можно вообще отсиживать, если тут должна быть напряжённая игра. И если вы криворукий, даже из самой крутой позиции не сможете попасть. Ну, не криворукий, не будем так оскорбляться. Просто, допустим, вам не везёт, или вы новичок и прочее-прочее. Или вас, допустим, да, действительно не везёт, и вам всё время хэд и проставляют на рандоме. Так, знаете, вы только очнулись, и тут хэд вам. Вот как я прописал этому чуваку. Он только очнулся, он даже не понимает, что происходит. А оказывается, это я из башни ему прям в глаз всадил. Я прям видел, как он у него, это самое, рассыпался. Видимо, он ел что-то по дороге. Ну, ладно, неважно. Так, вы видели? По-моему, это был гейб. Ну, ладно, неважно. Да. Так. Ну, я думаю, здесь скучно уже сидеть. Пойдёмте-ка отсюда подальше. И что я здесь вижу? Ну, вот вам пример. Я отсижу в какой-то клоаке непонятной. Да, возможно, это... А, ну, это тоже самое место. И сейчас мы посмотрим, как моя стратегическая позиция поможет в развитии... В дальнейшем развитии, в бою, в следующем. Вот уже один хэдшот. Так, ещё. Может быть, ещё один. Су-у-у! Нет, ребят, всё-таки самое главное, это выдержка. Потому что на таких серверах лучше долго не задерживаться. Конечно же, как только вам проставляют уже десятый хэдшот, а вы не можете никого убить. Вы видите, как я по скиллу это делаю? Са-у-у! Ну, ладно, нету слов, просто нету слов. Но вообще есть слова, я не договорил важную вещь. Вы должны... Если вы вдруг просираете здесь уже со счётом 0.20 или там 0.15, то лучше вам выйти отсюда и не нервировать, не травмировать свою нервную систему. Так, вот видите, я пытаюсь восстановить свой скилл. Ну, а для того, чтобы поучиться, то можно зайти на какие-нибудь сервера с ботами. Ну, есть такие, точнее, даже карты из мастерской. Вот уже третий хэдшот, по-моему, есть ещё. Я надеюсь, у меня сейчас получится сделать четвёртый, пятый, шестой и так далее. Ну, вот, четвёртый, ещё пятый. Да, давно иначе сапогутся. Тогда останется совсем немного времени для того, чтобы подвести какие-то итоги. Хотя о каких итогах тут может идти речь? Ну, я надеюсь. Ладно, перейдём, пожалуй, к кейсам тогда и там поговорим. Честно вам скажу, говорить-то особо и не о чём. Единственное, что могу упомянуть, так это то, что сервер достаточно неплохой. Ну, конечно, плохо, что там ничего не выпадает, но зато хэдшот-сервер без всяких грёбанных модов. Поэтому он заслуживает плюсик небольшой такой. Кто я такой вообще, чтобы какие-то сервера оценивать? Я простой игрок вообще. У меня даже вон... Ну, сильвер это ничего, я сбросил звание, раньше-то я был калашом. Ну, ладно, не в этом дело. Короче, я не буду никого ничего обсирать. Просто скажу, что неплохо поиграли. Да, неплохо. И советую всем там потренироваться на этом сервере. Могу даже скинуть. Ну что ж, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok